Так полным ходом в круглосуточном режиме ведут строительство нового терминала Барнаульского аэропорта имени Германа Титова. На сегодняшний день возведено три этажа монолитных конструкций вместе с перекрытиями в процессе работы по строительству подъездных дорог, наружных сетей и вспомогательных сооружений. Ближайшая ключевая дата, очень важная для нас, это формирование теплового контура. Простыми словами, это появление того красивого фасада, который мы видим на этих картинках. Ноябрь месяц. Готовность аэровокзального комплекса уже 35%. Площадь увеличится практически в два раза и составит около 10 тысяч квадратных метров, а пропускная способность вырастет втрое. Мы на первом этапе еще в планировании говорили о том, что вот миллион 150 тысяч пассажиров, из расчета 600 пассажиров в час обслуживания, значит, миллион 150 тысяч человек в год. И это, если эта мощность уже будет потом недостаточно, то перспектива вот дальнейшего здесь прироста и увеличение мощностей, она есть, она заложена. К слову, пассажиропоток с каждым годом растет. С начала года перевезено порядка 450 тысяч людей. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Также в перспективе расширения географии полетов. Я бы видел бы развитие пассажиропотока Алтайского края по нескольким ключевым направлениям. Это, конечно, восстановление международных перевозок, востребовано для жителей Алтайского края. Я думаю, что это будет, рано или поздно будет. И, безусловно, это доступность жителям Алтайского края полетом в крупные авиационные хабы России. Современный терминал – это новый уровень комфорта для жителей и гостей региона. Комплекс оборудуют лифтами и эскалаторами. Посадка будет осуществляться через телескопические трапы. Их будет три. Для маломобильных граждан предусмотрена доступная среда. Люди поднимаются наверх по эскалатору, попадают в стерильную зону наверху. Залы ожидания. Сами стойки, как технологическая зона, они действительно утоплены под верхним этажом. Однако вопрос интерьера пока открыт. По мнению губернатора края, необходимо показать особенность региона. Позже макеты оформления вынесут на публичное обсуждение. Добавим, работы по строительству идут по графику. Объект планируют сдать в эксплуатацию в июле 2025 года. Юлия Щепина. День с толком.